Продолжение следует... Стадия болезни была распространенная, первичная опухоль и зона регионального поражения не была выявлена, мы выявили только отдаленные очаги этой опухоли. Все началось у нее в 2016 году, когда на кисти слева у нее появился абсцесс, и этот абсцесс был вскрыт хирургом по месту жительства. Через некоторое время в зоне вскрытия абсцесса вновь появилось образование, и уже в апреле 2017 года из этого образования была выполнена биопсия гистологически по месту жительства. Далее вариант полоскоклеточного рака. Обратите внимание, что в августе 2017 года она обращается в нашу организацию. По данным компьютерной томографии кисти в области ранее существовавшего абсцесса появилось образование, это образование больше 4 сантиметров в объеме. По данным брюшной полости, обследования брюшной полости, выявлено поражение левого надпочечника и тела L1 позвонка. Пересмотрены гистологические препараты, и оказалось, что у пациентки в мягких тканях имеется метастаз эпителеоидно-клеточной меланомы. Все-таки на всякий случай повторно выполнена биопсия этого образования, и действительно при повторной биопсии и пересмотре оказалось действительно это метастаз эпителеоидно-клеточной меланомы. При обследовании головного мозга выявлен очаг размером 3 сантиметра. На этом этапе было предложено пациентке включение в исследование МИРАКУЛ, BCD-100. На момент включения в исследование мы видим, что ей 59 лет, диагноз у нее верифицирован. Пациентка, конечно же, дала письменное согласие, статус ее очень удовлетворительный, ЭКОК-1. Невысокий уровень лактатогидрогеназа, он нормальным оставался на протяжении всей программы лечения. Ожидаемая продолжительность жизни более 12 месяцев, и очаг в головном мозге он абсолютно бессимптомный и не требовал никакого дополнительного лечения. У нее большая опухолевая масса, 138 миллиметров и более трех пораженных зон метастатического поражения. То есть она попадает в группу в целом достаточно неблагоприятного течения заболевания. На протяжении долгого времени, а начало лечения это 2017 год, вот практически так же летом она в сентябре начала лечение, до настоящего момента обратите внимание, как ведут себя очаги. То есть ряд очагов подвергся такому контролю над болезнью и отсутствию признаков активности, то есть заболевание контролируется. А ряд очагов не просто уменьшился, а полностью подвергся полной резорбции опухоли, в частности очаг на кисти, и дальше мы на него обратим внимание. Вот сумма очагов, да, мы видим, что начало лечения это 138 миллиметров, первые месяцы даже некоторое увеличение суммы очагов, а в дальнейшем это стабильное снижение, которое длится по настоящий момент, и видно, что общие объемы резорбции, это частичная резорбция более 30%. На момент включения исследования и начала терапии, вот эти 138 миллиметров, дальше мы регулярно выполняем контрольное обследование, видно зеленая строка, как количественное значение уменьшается, мы получаем резорбцию в 33, почти 34%. И обратите внимание, динамика очагов, левая кисть, там где было мягкотканное образование, полная резорбция опухоли, которая длится до настоящего времени. Метастатический очаг ВЛ1, он без динамики, зона снижения плотности в лобной и теменной кости, они тоже без динамики, а вот так визуально выглядел очаг на кисти, который подвергся полной резорбции. Видно, что был мягкотканный компонент, изменение ткани, изменение цвета, болезненность в этой области. Динамика через 6 месяцев практически ничего не определяется, есть только изменение цвета легкого и динамика через год. Полная резорбция, при которой опухолевый очаг не определяется. Более того, пациентка у нас была рандомизирована в группу, где она получала препарат в дозе не миллиграмм регистрационной в настоящий момент дозе, а 3 миллиграмма на килограмм один раз в три недели. И на этой дозе была достигнута полная резорбция мягкотканного очага кисти. Обратите внимание, как в динамике выглядел очаг в головном мозге, активность его снижается, размер остается прежний, но все-таки снижается активность этого очага. Вот здесь срез кисти и начало 2017 года, вот здесь в мягких тканях, вот он опухолевый компонент четко определяется и со временем полная резорбция нарастает. Снимки между собой, конечно, сложно сравнивать, потому что немножко другой объем, но обратите внимание, что вот здесь между пальчиками кисти опухоли уже не определяется. Подмышный лимфатический узел, который определялся в начале и был неизмеряемым очагом, в процессе лечения практически перестал определяться. В брюшной полости мы видим еще был один очаг, он остается прежних размеров и он не активен. И кроме положительного эффекта, который был достигнут в процессе лечения, этот положительный эффект длится, он стабильный. Мы видим совершенно минимальное нежелательное явление на фоне терапии данным лекарственным средством. У пациентки в анамнезе был гипотириоз, она принимала эльтероксину в небольшой дозе по одной таблетке в день. В какой-то момент она прекратила прием и мы увидели усугубление проблемы, изменение анализов и некоторые изменения самочувствия. Попросили вернуться к ранее используемому препарату, увеличили дозу и это нежелательное явление полностью купировалось. В настоящий момент изменения со стороны функции щитовидной железы у пациентки не наблюдается. Мы также столкнулись с повышением уровня АСТ до третьей степени. Исход это благоприятное разрешение, причем на фоне гепатопротективных препаратов. И еще было одно нежелательное явление, которое, наверное, сложно отнести к иммуноопосредованным нежелательным явлениям, но все-таки в процессе лечения оно наблюдалось. Это возникло, возник нефрит второй степени. В момент возникновения были назначены кортикостероиды, нежелательное явление разрешилось. Но говорить абсолютно точно и достоверно, что это было нежелательное явление иммуноопосредованное сложно, потому что кроме кортикостероидов она получала еще и традиционные терапевтические средства. Таким образом можно сказать, что нежелательные явления были корректные, были минимальные, жизни не угрожающие и полностью контролировались сопутствующие терапии. На протяжении длительного времени, это с августа 2017 года, когда пациентка начала обследование в нашей организации и в сентябре, и в октябре вошла в исследование, до настоящего момента она получает лечение, получает лечение с выраженным положительным эффектом, без какой-либо сопутствующей патологии, без каких-либо тяжелых нежелательных явлений. При этом заболевание находится под полным контролем с частичной резорбцией опухоли. Спасибо. Спасибо. Спасибо.